А еще, простите за мое невежество, в Калининграде есть нефть. Привет, друзья! С вами я, ваш личный корреспондент, и это уже пятая часть моих похождений по Калининградской области. И чем дальше в лес, тем менее известные, но не менее интересные места я посещаю. Например, в предыдущей серии я побывал в заброшенной психиатрической лечебнице в Ленгберге. Ну а в этом выпуске мы с вами посетим Мазурский канал и его шлюзы, этакий памятник суморечному немецкому гению. Перед просмотром не забывайте нажать на сердце, вам все равно, а мне мотивация, и погнали! Друзья, пока мы едем к следующей достопримечательности, я вам расскажу про достопримечательности, точнее про особенности калининградских дорог. Вот они перед вами. Обратите внимание, что деревья посажены очень узко. Это было сделано еще немцами, видимо, для укрепления дорожных откосов. Сейчас, конечно, трафик очень сильно изменился, и машины стали больше, и трафик стал быстрее, и теперь местные жители и приезжие регулярно разматываются вот об эти вот деревья. Сейчас их вот, вначале их выделяли белой краской, а сейчас даже вот специальный, видимо, светоотражающий. Еду-еду, и вижу красивую заброшенную кирху, кирха мультштена, а мы поехали дальше. Рядом небольшой памятник погибшим в годы Первой мировой войны, и этот памятник явно не нашим солдатам. А вот такой вот у меня тарантас. На моей памяти я еще, по-моему, ни разу на корейцах не ездил. Ну, ничего, пока едет. Там посмотрим. И еще одна особенность калининградских дорог. Тут не всегда можно верить навигатору, поскольку иногда он ведет по таким задницам, то по брусчаткам, то вообще как бы по дорогам без асфальта. И вот, например, мы сейчас движемся в сторону Мазурского канала, в сторону его пятого шлюза. Он как раз находится недалеко от границы страны, через которую в 20 веке великие державы очень любили ходить на другую гости. Так вот, дорога изначально была нормальная, а последствия сузилась просто до ширины одной машины. Причем местами она сужается еще сильнее. И еще я наткнулся на интересный момент. Обратите внимание, колея узкая. Вон там классическая, метр пятьсот, а это явно уже. Я, наверное, предположу, учитывая, что где-то в пяти километрах здесь граница, и, видимо, это как раз участок узкой железной дороги, европейской. А справа идет уже участок российской талии. Сама история Мазурского канала уходит в корнями аж в 17 век. То есть в 17 веке родилась идея соединить Мазурские озера, по сути, с Балтийским морем. Родилась идея в 17 веке. В 18 веке ее начали воплощать, бросили. В 19 снова перескорректировали проект, начали снова воплощать и снова бросили. Кстати, читал я этот проект, не нашел его в бумаге, но нашел идею. И не совсем понял ее смысл, поскольку там планировалось строительство и электростанций, и каких-то рамп, фуникулеров. По этим рампам сюда должны были как-то транспортироваться. В общем, чертежей не нашел, и как и что должны были построить, я так и не понял. Следующий проект родился уже в начале 20 века, начали строить. Помешала Первая мировая война. Потом революция и, собственно, кризис в Германии. И начали окончательно снова строить уже при приходе к власти национал-социалистов. Но во время Великой Отечественной войны стройку остановили. А после того, как территория Восточной Пруссии, часть территории Восточной Пруссии была поделена между Польшей и Советским Союзом, часть канала перешла Союзу, часть перешла Польше. И было построено 10 шлюзов, 5 на территории Польши, 5 на территории Советского Союза. Длина канала составляет всего 50 километров, и где-то 2 трети длины находятся на территории сейчас уже Российской Федерации. Посмотрим внутренности. Воды мало. Обычно на видео здесь идет такой большой, из этих отверстий идет большой поток. Но сейчас воды нет. После Великой Отечественной войны, собственно, сам канал уже не использовался. Это было принято нецелесообразно. Правда, поляки сохранили свой участок в лучшем состоянии, будет у туристов. А наш участок полностью разграблен, разрушен, весь металл срезан, но какие-то еще узлы остались. И я бы как строитель обратил внимание на... обращу внимание на качество бетона и вообще бетонирование. Прямо все проигрировано, все красиво. Хотя бетон уже 100 лет красавцы строить в мире. Размеры шлюзовых камер везде были типовые, везде одинаковые, но различалась у них глубина. Было два типа ворот, которые вертикально опускались и которые отворялись. Вот которые отворялись мы еще с вами, надеюсь, увидим. Вот, друзья, мы с вами видим шлюзовую камеру. Вот внизу ворота. А вот в этих строениях находились механизмы для подъема ворот, взяемых так. Интересно, зачем это закладные детали? То есть, видимо, на определенном уровне воду и швартоваться? Пишите в комментариях. Какие-то технологические отверстия. А вот здесь внимание состояние металла. Он, конечно, ржавый, но вполне себе живой. Если бы, конечно, товарищи металлисты было не срезали, можно было сделать прекрасный. Прекрасный рекреационный объект. Изучив технологические отверстия в полу, я пришел к выводу, что в них находились противовесы для поднятия и опускания шлюзовых ворот. Также был обнаружен паз для поплавка, видимо, для швартовки судов. А еще на некоторых участках сохранились деревянные столбы. Остатки ограждения канала. Здесь мы можем видеть, как вода излишки воды в обход шлюза и идёт дальше. По-каналу. Хотелось бы еще добавить, что при производстве бетонных работ использовались передовые на тот момент технологии. Применялись бетонные насосы, клубинные вибраторы, а помимо клепки применялась еще и сварка. Это все не могло не отразиться на качестве, которое радует даже спустя сто лет. Субтитры создавал DimaTorzok Канал ниже по течению совсем зарос. А вот наш следующий герой и следующий шлюз. Шлюз номер 4. Камеры, размеры камеры типовые, но перепад высо значительно меньше. Ну и практически, к сожалению, ничего не сохранилось. Все срезано. Судя по отсутствию направляющих, здесь как раз у нас были ворота. Но ворота не сохранились. Ну и глянем, как все это устроено снизу. А устроено оно... Никак. Ничего нет. Найти следующий шлюз оказалось не так-то просто. Ну, точнее, это было просто. Но навигатор выявил нас на ужаснейшую дорогу. А дело в том, что вместо обещанного в прокате Дастера я взял Солярис. На котором по бездорожью ехать ездит так себе. И пару раз, чуть не оставив бампер, я почти подъехал к этому шлюзу. Итак, наш следующий бетонный герой. Как видим, здесь качество тоже бетонно отличное. Но конструктив отличается. Все они немножко разные. Рискну предположить, что эта часть была взорвана немцами. Как мы видим, следы взрыва. Здесь, видимо, был мост. В этой части. Так что это следы, наверное, не наших вандалов. Воды мало. И здесь вода тоже уходит под водоотводом. Сюда падать точно не стоит. Структура этого инженерного сооружения схожа. С пятым шлюзом. Только вот появилась такая вот интересная бетонная галерея. А так все так же фундаменты под оборудование и технологические отверстия. А сбоку можно наблюдать вот такой интересный желоб. Видимо, сюда сбрасывалась лишняя вода. И дальше через этот приямок она должна была куда-то уходить. Либо дальше в канал, либо куда-то в поля. Уж не знаю. А канал ниже по течению здесь довольно неплохо так обводнен. Но это и логично. В общем, шлюз рекомендую. Он, конечно, такой не очень легко доступен. Из-за не очень хорошей дороги. Но посетить стоит, если есть лишнее время. Но, конечно же, в первую очередь нужно ехать на пятый. А я, у меня еще есть час светового дня, попытаюсь успеть на первый. Чтобы посмотреть там другую систему. Не опускающиеся ворота, а открывающиеся. Ну и финалочка. Шлюз номер один. Тут рядом еще шлюз номер два, но на него уже я физически не успеваю. И вот интересен он тем, что сама камера такая же типовая, но ворота здесь другие. Видимо, из-за того, что высота меньше, чем у других. Здесь были сделаны вот такие вот ворота. Причем здесь они почему-то на клепках, а не на сварке. Какая-то интересная задвижечка. Ну, структура такая же. Вон, видимо, водоотводные канальчики такие, по которым вода уходит, лишняя. Все, в принципе, типовое. А выше, мы видим, воды совсем нет. Видно, что высота здесь небольшая. Ну и глубина не особо. Вот мы видим закладную деталь и узел, на котором, собственно, и крепятся эти ворота. И вон само плечо, которое торчит, так сказать, высовывается из отверстия. И совсем рядом со шлюзом находится домик его смотрителя. Вот он, за моей спиной. Небольшое здание. На старых фотографиях оно было разбомблено. Видимо, кто-то выкупил, вывел его в порядок. И вполне себе такое красивое здание. А вот еще, кстати, классический сюрприз от Калининградских дорог, точнее, от Калининградской области. Вот такая вот брусчаточка. Офигенный кайф для подвески был. А еще классно, что встречаются вот такие красивые здания. Вот справа. Ехали-ехали и доехали до Олимбургской кирхи. Вообще проездом. У кирхи новая дверь. Надписи на буржуйском. Дверь закрыта. Скажу еще пару слов про Олимбургскую кирху, на которую мы наткнулись на обратном пути. Интересна она тем, что в средние века оказывала не только религиозные услуги населения, но и являлась убежищем, выполняя роль оборонительного укрепления, будучи частью городской стены. Изначально была основана в 13 веке, как католический храм. В 14 веке сменила конфессиональную принадлежность на лютеранскую. Собственно, лютеранская община в нулевых и привела ее в божеский вид. А в 2010 году была передана ЗАО РПЦ, которому, судя по состоянию кровли, особо-то и не нужна. Все до сэбэ. Ну а я с вами прощаюсь. В следующей серии мы посетим Балтийскую косу и ее достопримечательности. Так что, если не хотите пропустить, не забудьте подписаться и проводите выходные с пользой. Пока-пока.